Историей с собакой, напавшей на детей в Нижневартовске, займется Следственный комитет округа. Напомним, инцидент произошел на территории одной из школ. Во время прогулки группы продленного дня «Бультерьер», который находился без присмотра хозяев, напал на учеников. В результате пострадали две школьницы. С укусами их доставили в травмпункт окружной детской клинической больницы. По словам врачей, это не единичный случай. Дети с укусами животных попадают в больницу довольно часто. На этот раз госпитализации не потребовалось. Девочкам обработали раны и вкололи антирабическую вакцину, препарат, под воздействием которого организм вырабатывает иммунитет к бешенству. В дальнейшем за их состоянием будут наблюдать в детской поликлинике по месту жительства. Легкий вред здоровью, не требующий для диспансера какого-то наблюдения, только постановка вакцин и наблюдение у хирурга, чтобы не воспалились раны. Антирабическая вакцина ставится для профилактики меньшинства. Одна вакцина или потом нужна ли вакцинация? Все зависит от того, известная или неизвестная собака. Если известная, то ставится три вакцины, и собака, если в течение 10 суток живая, то вакцинация прекращается. Происшествием заинтересовались в Следственном комитете. Следователи проверят степень вреда, который был нанесен детям, а также дадут правовую оценку действиям хозяйки собаки. Из пояснений женщины следует, что собака оказалась на улице без намордника и поводка, поскольку выбежала из квартиры. В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. После проведения проверочных действий следователями будет принято процессуальное решение. Продолжение следует...